Карл Павлович Прилов Родился в большой семье академика орнаментальной скульптуры Павла Ивановича Брюло. В 10 лет мальчика приняли на учебу в Императорскую академию художеств. С успехом, окончив 12-летнее обучение, молодой художник отправился в Италию, где месяцами скрупулезно копировал работы обожаемого им Рафаэля Санти. Поскольку поездку организовала академия, юноша изо всех сил старался оправдать возложенные на него надежды. Он работал над античными и библейскими сюжетами, которые не были ему близки, зато помогали упражняться в колористике и построении композиции. Его живопись становится прозрачнее, колорит более напряженным, а краски приобретают свежесть. Но по-настоящему душа Брюлова раскрылась в полотнах, изображающих жанровые сцены из жизни. Художник стремился найти красоту в простом и повседневном. Итальянский полдень – одна из таких работ. Картина передает удивительное сочетание яркого полуденного зноя и прохладной тени виноградных листьев. Стоя на лестнице в густой заросле кустарника, молодая итальянка снимает виноградную кисть, устремив на нее восхищенный взгляд. Виноградная грусть написана Брюловым поистине искусно. Крупные ягоды в лучах солнечного света выглядят абсолютно прозрачными. Блеск влажных глаз девушки вторит прозрачности виноградин. Улыбка на ее лице выражает безмятежную радость. Образ девушки словно слит воедино с природой, расточающей свои дары. Во всем ее облике ощущается первозданная гармония бытия и брыжущая через край жизненная сила. А от полотна исходит ощущение энергии и упоительного счастья. Для вернейшего расположения теней и света я работаю с ее картиной под настоящим виноградником в саду. Писал о рабочем процессе сам Брюлов. Действительно, передача световоздушной среды выполнена безупречно. Идеально и колористическое решение картины. Проникающие сквозь листья лучи солнца ложатся светлыми бликами на лицо и фигуру молодой итальянки, а ее левое плечо, находящееся в тени, выдержано в холодных полутонах. Белая рубашка словно впитывает оттенки окружающей зелени. Наброшенная она руку шаль создает потрясающие рефлексы и своим красным цветом вторит румянцу на щеках. Картина написана в качестве отчета для общества поощрения художников и в полной мере раскрывает потенциал Брюлова не только как непревзойденного академического живописца, но и как ищущего вдохновенного мастера, талант которого выходит далеко за рамки античных и библейских мотивов. Одно время полотно находилось в Зимнем дворце в личных покоях Александры Федоровны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok